приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодняшнее видео снова о хризантемах мы решили ответить на вопросы зрителей зрителей об этих грациозных божественно красивых цветах и еще раз показать то великолепие который сейчас у нас наблюдается у нашего дома и в нашем саду как только заходишь в наше владение сразу попадаешь в мир волшебных ярких красок цветущих хризантем мультифлоры низкорослых и среднерослых а также части высокорослых корейских хризантем но больше всего у нас мультифлоры я их обожаю за эти огромные шары с множеством разного размера и расцветок цветочков давайте сразу отвечу на вопрос по мультифлоре где лучше всего выращивать эти цветы пробовали мы выращивать мультифлору в кашпо в горшках в прицепе и в открытом грунте самые самые большие шары вырастают в открытом грунте хотя можно получить большой шар и в горшке но для этого нужны специальные удобрения короткий световой день определенная температура этим и занимаются тепличники это их бизнес мы же создаем райский цветочный такой красивый сад для себя специальная выгонка нас не интересует важно для нас в обычных условиях вырастить вот эти волшебные грациозные цветы что мы успешно и делаем более подробно о всех технологических операциях по возделыванию хризантем можно узнать на нашем канале в плейлисте хризантемы ну а мы рассмотрим следующий вопрос поздние сорта вот так он звучит поздние сорта хризантем не успели в этом 2021 году даже раскрыть свои первые цветы как быть и что делать да климат стремительно меняется и мы направляемся все в мини ледниковый период от слова ледниковый период возникают не очень приятные ощущения но мы входим в мини ледниковый период который только начинается и его особенностью будет длительный холодный период осени зимы и весны и короткое лето кстати очень хорошо что это мини ледниковый период а не ледниковый период где-то лето будет прохладным где-то жарким главное что лето будет коротким зная эти особенности перестройки климата на земле мы можем изменить свои подходы к выращиванию этих прекрасных цветов во первых выбираем для этого ранее ну в крайнем случае средние сорта хризантем в этом году нас порадовали ранее сорта мультифлоры нежно-розового и белого цвета название не знаю попыталась выяснить в интернете название сортов но в разных каталогах на разных площадках интернета одни и те же цветы имеют разное название а наши продавцы продают только вот беленькие покупайте розовенькие вот этот цветочек такой это такой ну вот такая у нас ситуация с покупкой цветов главное что есть где купить и как вот определить где ранний сорт спрашиваете вы вот эти цветы ранних сортов зацветают в конце августа в начале сентября и цветут в сентябре таких у нас вот эти два сорта белый и нежно-розовый во второй половине сентября в октябре засветают уже средние сорта кстати определить сроки цветения цветов можно и по рынку по цветочным магазинам это для тех кто пользуется именно этими местами приобретения цветов вот первыми поступают в продажу именно ранее сорта вот затем средние и сейчас уже в ноябре очень много различных цветов поздних сортов хризантем второй важный момент в получении цветения хризантем это способ выращивания что сюда входит кстати его мы вспомнили с александром федоровичем пару лет назад его мама в те очень далекие советские времена имея один очень редкий сорт тогда это был такой большой дефицит обычной была бордовая такая хризантема она всегда радовалась своим любимым цветам почти до нового года как она это делала мы жили на севере одесской области и там первые заморозки наблюдались уже в сентябре что она делала она аккуратно в конце августа выкапывала хризантему с большим комом земли вот со всей корневой системы и аккуратно высаживала ее в старое 10 литровое ведро поливала ее редко ну ведре были обязательно дырочки куда лишняя вода стекала и как только приближались морозы ведро с хризантемами перекочевывала на неотапливаемую веранду когда возвращались теплые периоды ведро с цветком выносили на улицу однажды хризантема еще цвела в новогодние праздники это было настоящее волшебство что из этого опыта мы можем взять на заметку есть два варианта 1 высаживать саженец хризантемы в большой горшок или ведро с садовой землей и закапывать эту емкость в землю здесь хризантема будет расти до холодных осенних дней и как только будет приближаться холодный атмосферный фронт емкость цветком можно выкопать и перенести в теплицу на веранду в лоджию в прохладное какое-то помещение в каждого свой вариант я собираюсь использовать этот способ для посадки корейских низкорослых крупноцветковых хризантем они прекрасны и у нас даже на юге украины также меняется климат и от мини ледникового периода никто не спрячется в том числе и мы просто надо перестраиваться и менять обычные подходы на новые хорошо забытые старые как это делала мама александра федоровича вот такой мы ответ на вопрос об изменении климата это один из способов можно уже пересаживать как делала мама александра уже в конце августа растение переваливать его и заносить дом и естественно радоваться цветению это еще один вариант но лучше все-таки вариант когда изначально высаживаешь в ту емкость где будут расти растения и для хризантем я выбираю ранние или средние сорта корейские крупноцветковые высаживаем в горшки чтобы в случае резкого похолодания быстро перенести растения в теплицу и завершим мы сегодняшнее видео еще одним вопросом где лучше всего выращивать корейские крупноцветковые хризантемы в земле или в каких-либо емкостях он перекликается этот вопрос вот с тем который сейчас звучал и постараюсь ответить на него лучший вариант как всегда это мать родная земля но я всегда экспериментирую вот и в этом году часть саженцев крупноцветковой высокорослой хризантемы вот эти помпоны лимонного цвета вот эти хризантемы я высадила в старом улье естественно естественно там садовая земля внизу были какие-то органические остатки прошлогодние вот это вот сюда я их высадила а кремовые корейские крупноцветковые тоже помпоны и цветы и еще низкорослые крупноцветковые корейки я их высадила в старый прицеп где у нас обычно растут ранее какие-то цветы летние но и здесь мы выращивали кстати мультифлору один в один из годов композиция получилась прекрасной хотя в мороз с минус одним градусом и несколько ночей было ноль градусов вот эти заморозки подпортили часть раскрывшихся бутонов к тому моменту а потом вернулось тепло и растения показали себя во всей красоте а еще я высадила рассаду кореек в бочку одного сорта вы смотрите какая красота такие они красивые сейчас только раскрываются идет холод но все равно они себя показали сейчас получается в саду на хвост дворе у нас тускло листья уже опали с наших растений преобладают темные краски а вот эти островки с облачками ярких красок хризантем расширяют и осветляют осеннее пространство засыпающих растений других растений могут быть и другие варианты пробуйте и точно будете знать где лучше выращивать великолепные грациозные цветы с таким красивым названием хризантемы сегодня был ответ на несколько вопросов которые вы уважаемые зрители нам отправили после наших видео о хризантемах но есть еще несколько вопросов и мы обязательно ответим в ближайшие дни и на эти вопросы а пока прощаемся с вами уважаемые зрители до следующего видео на нашем канале благодатной вам погоды солнечного настроения в любую погоду мира тепла и уюта в ваших домах желают вам авторы канала раиса горяченко и александр волик пока пока